Музыка Приветище Амигоц, хорошие новости из Armored Warfare проекта Армата. Нет, не пресс-аккаунт, просто один Амиго под кодовым именем Юденич прислал подарок Коллекционное электронное издание Тайфун, в которое входит боевая повозка 6 левела, 60 дней прем-акод, 3 миллиона кредитов, 3250 голды, ну и бонусы к баблу и опыту на неделю. Спасибо тебе, дружище! Ну а если это кто-то случайно прислал по ошибке, спасибо тебе, что перепутал с кем-то именно меня. Кстати, об ошибках. Мой ник на форуме был занят во всех его вариантах и проявлениях, пришлось сочинить вот этот вот, который наверху. Ну и наконец, все те, кто пишет мне в игре, кто узнает меня в бою, извините, не могу ответить, потому что мне забанили чат. Ну да, бомбануло. Ну что, логично, этот подгон и стал поводом к тому, чтобы запилить видос про эту премиум колесницу. Как обычно, плюсы, минусы, пара шуток и разойдемся. Заодно, кстати, поглядим, насколько интересны видосы по этой игре. Итак, Тайфун 2 это последний из магикан в проекте Армата. Дело в том, что это единственная машина, не имеющая башни в этой игре. То есть классическая ПТ-шка в понимании игроков из картошки. На борту она имеет дымовые гранаты, чтобы пукнуть дымовой завесой в критической ситуации ровно один раз за бой. И три ячейки под оборудование. Две из них универсальные, третья only for огневая мощь. В описании же защиты, с опечаткой в слове ставка, нас информируют о том, что броня надежно защищает машину от пулеметов и мелкокалиберных пушек. Надо было еще написать, что от конницы с саблями и среднего размера камней из катапульты. Потому что машина шестого левела кидает ее к шестым левелам, а там, ясно дело, никаких пулеметчиков и пушек мелкого калибра нету в помине. Поэтому бедного тайфунчика любые встречные враги дрючат с такой страшной силой, что даже не знаешь, то ли монитор выключать, то ли компьютер из розетки выдергивать. Примечательно, что на закрытом бета-тесте левел у машины был пятый. И на пятом левеле она была действительно хороша. Многие ей даже понаделали вводов, всячески ее нахваливая, окрестили даже арматовской Е25. А потом бац, его БТ левел машине подняли, накинув ей 250 примерно здоровья. Из бодрой машинки, которая была способна прилететь и накидать дамага любому врагу, она превратилась в рядовую машину для любителей рукоблудства на природе, то есть для кустодрочеров. Так что если вы присматриваете себе премиумную машинку для добычи денег, будьте внимательны, не нарвитесь на старые гайды. Бронебойный подкалиберный снаряд этой машины пробивает 326 мм, как нас уверяют в описании. На пятом левеле этого бы хватило, чтобы пробивать все живое, а вот на шестом уже все немножко сложнее. Кого-то даже выцеливать не имеет смысла, а кого-то можно и навскидку пробить, зависит от того, кто вам попадется в прицел. Но опять же напоминаю, что цель существования премиумных машин это не массовая аннигиляция врагов и не тащить бои, а просто привозить вам хорошую прибыль. С этим эта машина в принципе справляется. Кинули три плюхи за бой, стабильно с премиум аккаунтом получили 1060, 80 и что-то вроде того. Ну а напоследок я приберег главный и основной минус этой машины, как я считаю. Дело вот в чем. Вот, например, на ПТ играть в World of Tanks можно, в War Thunder на ПТ играть тоже можно. Почему? Потому что там ПТшка без башни это стандартная техника, и о ней, когда делают карту, хоть немного, но все-таки думают. Здесь же такая машина всего одна, поэтому когда планировали карты, сочиняли ландшафт, распределяли там камушки, кусты, бугры и все такое прочее, об этой ПТхе не думал никто. Поэтому играть на этой машине в этой игре крайне дискомфортно. Несмотря на динамику, на охренительный УВН, который позволяет занять оборону на вершине горы Арарата и отстреливать забирающихся на нее альпинистов, найти себе место в бою в этой игре на этой машине очень-очень сложно. Дело в том, что в основном игра заточена на то, чтобы высовываться боком из-за укрытия, делать выстрел, пытаться ромбануть выстрел, который летит в тебя, и заезжать быстренько обратно. На ПТ такой маневр недоступен просто потому, что нету башни. Высунулся из-за поворота, будь любезен развернуться всем корпусом. Ну и назад, конечно, после выстрела ты тоже можешь отъехать только по прямой, максимум по диагонали, что тебя никаким образом не спасет, учитывая какая тонкая броня на этой машине. Так что некоторое количество боев придется потратить на то, чтобы найти место себе на каждой карте, какие-то кусты, какие-то прямые дороги, простреливаемые участки, поля, возвышенности, холмы, что-нибудь, куда вы будете ездить каждый бой и делать одно и то же, как, собственно, и в картофане. У этой машины, на мой взгляд, пространства для маневра нет, она в нем сильно ограничена. Где можешь набить дамаг, туда и едешь. Ну и, конечно же, не забывайте про арту. Сейчас на шестом левеле, где играет эта ПТХ, арты очень мало, не успели докачать, поэтому бои проходят в основном без артиллерии. Но, когда она появится, учтите, что эта ПТХ хоть и низкая, но она очень большая за счет того, что она приплющена, поэтому по ней артиллерии проще попасть, чем промахнуться. Прикиньте в уме, какая у этой машины в крыше броня, какой у арты этого уровня пробой и дамаг и сделайте выводы уже самостоятельно. Ну и, напоследок, записи реального боя без монтажа, без всего. Комментарии в прямом, в прямом как-то в онлайне, в прямом режиме, вот. А то любят поставить свой лучший бой какой-нибудь найти, записать один из 20, откомментировать его, типа, показать, вот какой я нагибатор, блин, 6000 дамага накидал по АФКшникам, по всяким. Нет, вот в этом, боюсь, может быть, что угодно. Это для тех, кто не является постоянным зрителем моего канала. То есть могу и слиться, как будет, так и выложу. Вот из-за бага графики, когда стал фиолетовый забор, фиолетовая трава, пришлось перезапускать игру. Ну, такое бывает, связано это с тем, что если игру сворачиваешь и разворачиваешь, там рано или поздно графика у меня почему-то багует. Вот, ну и ничего страшного, что не сначала, а все равно еще никто не умер, прошло тут, наверное, сколько? А, ну, пару минут боя никто не умер, это, ну, это карта такая тут, постоянная, постоянная стоячка. Хотел сказать, как у меня. Ну, блин, в кустах стоять и стрелять не наш метод, однозначно надо что-то куда-то лезть, что-то пытаться что-то делать. О, стопе. Мимо кассы, к сожалению, может... Можно, конечно, фугасом стрелять, но, блин, что мне эти сто дамага максимум, наверное, а то и меньше, еще и в башню. Ну, может, если в люк попасть, да не. Борода. Жаль, это не War Thunder, тут бы в люк бы стрельну, чтобы осколками весь экипаж перебила, нахрен. Так, что там, кого-нибудь кто-нибудь торчит? Нет, никто не торчит. Все уже, все выучили места, как за камнями стоять, все уже выучили. Понятно. Все понятно, все ясно. Главное, это эти заборчики, обратите внимание, как они скорость сейчас будут снижать. Никак. А на других картах, вот на другой, в частности, карта, которая называется реактор, там есть такой сетчатый забор. Ну, такая же сетка рабица, да, в него врезаешься на танке, на любом, на скорости, и тебя полностью практически останавливает. Я не знаю, как они так делают. Ну, что же он, блядь, не стоит-то? Потому что тут у всех лампочка по умолчанию в этой игре, вот никто и не стоит. Даже моду никакие не надо ставить, не надо экипаж прокачивать. У всех, кто начал, есть лампочка с самого начала, без всяких скиллов и перков, упреждающая. Даже когда в тебя уже арта выстрелила, когда на тебя ПТУР наводит, вот наводит. О, надоело Чифману топтаться. Смотри, как вынес нам кого-то. И тут же огрёб от меня чисто 900 урона. Ну, блядь. Я думал, что у меня машина низкая, из-за камня торчать не будет. Ну, всё, они увидели, что у нас команда пошла на слив, что счёт уже, блин, был, сколько там, 11-14 в их пользу. Можно уже и поднадавить, я так понимаю, да? Надо, на самом деле, отсюда сдёргивать срочно и быстро. Если меня сейчас в жопу не разберут, это будет чудо. Я, главное, танка жопой обнаружил. Туда даже не смотрю, а танк обнаружил. Наверное, командир танка в выхлопную трубу его увидел. Обратите внимание, где наш М-60 воюет. Вот вообще воин от бога, я не знаю. Самый полезный человек в команде. Стоит где-то там за бетонной стеной. До туда враги-то через неделю только дойдут. А ему похрен, он уже стоит. На посту уже занял место. Потому что он знает, что надо нижний лист прятать. А здесь такие карты, что нижний лист прятать просто негде. О, подожди-ка. Это потому что столб на моём пути, на пути снаряда невидимый стоял, наверное. Рикошет. Ну, Урал-то хер пробьёшь, конечно, да. О, подожгли, но автоматически огнетушители в этой игре стоят настолько дёшево, что позволить себе его может каждый. Вроде цена-то как в картохе, но тут заработки другие совершенно. Попали. Почему-то только 260 дамага, видимо, в башенку. Слушайте, Урал-то вообще можно убить в этой игре или что? Надо же, он всё-таки сдох. Я уже думал, там просто, я не знаю, Дарт Вейдер и экипаж из штурмовиков. Т-72, звезда смерти. Так, теперь на наш Веласкес сейчас. М-60, это не тот М-60? А, всё уже. Это именно тот, да. С его талантом надо было реально за камнями стоять, за самыми дальними. Ну, всё понятно. То есть, традиционная команда Made in World of Tanks, всё классический. 10-5, счёт уже через сколько там, 7 минут боя. А, нет, это не тот М-60. Этот М-60 всё правильно стоит. Стоит, ждёт, смотрите, вот, никому не помог. Какой у него ник М-60? Посмотрю после боя, сколько он дамага. Левак. Ну, понятно, с таким ником только, блядь. Только такой хернёй заниматься, в принципе-то. Сука, мелькнул и пропал. Ну, как так? Ну, давай, ну, где ты там ползаешь-то, ё-мая? Бой относительно удачный, потому что попал не в команду шестёрок. Очень много пятёрок в бою. Как видим, толку от этого нет, потому что два наших шестых левела слились. Сука, без фрагов, как я вижу. У них шестёрка первая набила, вторая тоже с фрагом. У них на одну шестёрку меньше, причём, в топе. И всё равно мы проигрываем. А вроде как статы ещё никакой в этой игре нету. То есть, как баланс... То есть, команду так невозможно сказать, что команда подобрана из крабов, потому что пока непонятно, кто краб, кто не краб. Но это как будто вот играю, стою в кустиках. Бам-бам. Дым пошёл. Но меня уже успели ПТУРом охерачить. Я не знаю, кто меня увидел и откуда. Наверное, вот этот. 72-ка-то вряд ли. Она далеко вроде была. Чё же он так ёрзает-то? Фуловый же один хрена переёрзался аж весь. Стоял бы уж там на захвате или где он там. Кто-то едет. Ну-ну-ну, нет, ни хрена. У меня отсюда уже уезжать смысла нету. В борт сразу заберут. Ну давай ты, где ты там, давай уже. Кину тебе хоть дамага-то дружескую. Плюху престижа-то дать. Опа-опа-опа. А вот и левак пошёл дамаг собирать. Сука, есть враг. Прицел включаю, врага нету. Чё за... Всё, засветили. Попытался дать с автонаводки плюху, но что-то, видать, перк на точность ещё не задействован у танкиста, чтобы там разброс на ходу или что-нибудь такое. Не про канала. Ну, 2800 дамага. Ну, можно было больше, да команда днища, да я ещё играю не с самого начала. Перезаписывать. Ну, можно, но я боюсь, что выпадет этот... Затерянный остров. Засерянный. Засерянный остров. А на засерянном острове, на этой ПТ, там вообще-то, в принципе, играть мало кто хочет. А вот на ПТ-шке без башни, на засерянном острове, это вообще просто боль в жопе. На мой взгляд. Не, ну кто-то, конечно, найдётся, который кто нагнёт. Вот нагибаторы есть. Если очень-очень стараться, то я думаю, что из 10 боёв один нагибучий-то получится, если вас кинет удачно в топ. Желательно, единственной шестёркой на две команды. Что? Я ещё и разведчик? Да, ну, у нас у Тайфуна 400 метров обзора, это, в принципе, хорошо, но у боевых машин разведки 450. Так что то, что мне дали эту медаль, говорит не о том, что Тайфун классный разведчик, а о том, что остальные разведчики у нас были, не очень, мягко говоря. Левак 0 урона. Ну, не бот ли это был, не АФКшник ли это был. Вот, ну, в общем, видно, да, что за 2800 урона при поражении я получил 179 тысяч кредитов и 2000 опыта. Но имейте в виду, что сейчас-то у меня, поскольку подарочное издание, у меня действуют некоторые плюхи, вроде как 25% кредита, но можете 25% от 175 отсчитать в калькуляторе и получить сумму, которую эта машина получила сейчас за поражение. Ну, в общем, что можно сказать, если вы играли в World of Tanks именно на ПТшках и знаете, как правильно стоять в кустах, то есть, как выбирать позицию, то какие-то деньги вы сможете на этой машине зарабатывать. Но, опять же, повторюсь, что на большинстве карт играть не очень удобно. Куда захочешь, не поедешь на этой машине, так что я бы что-нибудь другое, конечно, взял, танкоподобное из башни. Но, в принципе, со своей задачей привозить деньги справится и Тайфунчик. Так что всем спасибо за просмотр, Юденич спасибо за подгон. В общем, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.